Хватило одного голоса. На выборах депутатов в Великовисточном произошел курьезный случай. Молодежь должна быть и будет услышана. В Наринмаре состоялась межрегиональная конференция «Молодежь и общество. Время перемен». Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Цепетова. Высокая явка на выборах зафиксирована в поселениях, где выбирали глав муниципалитетов. Об этом на расширенной планерке сказал председатель избирательной комиссии Неницкого округа Георгий Попов. В Антикском, Карском, Омском и Пустозерском сельсоветах интерес избирателей был повышенным и где-то превысил 69%. Подводя итоги выборов, председатель избирательной комиссии Неницкого округа отметил, явка в целом по региону составила 36,32%. Средняя явка по 9 муниципальным образованиям Заполярного района составила 39,74%. В поселениях высокая явка избирателей зафиксирована там, где выбирали глав – в Антикском, Омском, Карском и Пустозерском сельсоветах. В целом разброс явки по сельским поселениям составил от 15,88% – это Великовисочный сельский совет – до 69,23% – Антикский сельсовет. В сельских поселениях, где проходили совмещенные выборы, явка составила 50% и более. Понятно, что где избирают глав, там интерес у избирателей повышенный. Глава окружного избиркома рассказал и про случаи, произошедшие в Великовисочном. Один из кандидатов получил на выборах единственный голос и стал депутатом поселкового совета. Это стало возможным из-за низкой явки, немногочисленности кандидатов и особенностей поселения. На территории муниципального образования создано пять избирательных округов. Пять депутатов выбирают жители Великовисочного, двух – жители деревни Лабожской, по одному депутату избирают в Пылинце, Щелино и Тошвиске. Явка на выборы в Великовисочном составила всего 8,84%, или 41 человек, при том, что в списке избирателей 463 человека. При подсчете бюллетеней четыре были признаны недействительными. В результате 37 голосов распределились между пятью кандидатами, при зарегистрированных – семи. Из них два кандидата голосов не получили, два кандидата получили шесть голосов и два кандидата получили 12 голосов. И, соответственно, один кандидат, который был зарегистрирован, пришел, получил один голос и стал депутатом сельского совета. Председатель окружного избиркома назвал этот случай курьезным и отметил – в истории выборов Нинского округа такое произошло впервые. В целом выборы прошли в спокойной обстановке, замечаний не было. Жалоб и других обращений в период досрочного голосования и в единый день голосования в избирательные комиссии не поступало. Губернатор Нинецкого округа поздравил победивших на выборах депутатов сельсоветов. Поздравляю вас тоже с проведенной избирательной кампанией. Все ровно, легитимно, конкурентно, без жалоб. Поэтому надеемся, что новый депутатский корпус еще более активно начнет работать с использованием всех имеющихся ресурсов. Успешной работы на благо поселений Игорь Кошин пожелал и главам четырех муниципалитетов. Они вступают в свои должности с момента регистрации избирательной комиссией сельсовета. Новым руководителям предстоит трудиться пять лет, за исключением главы Пустозерского сельсовета. Согласно уставу поселения, срок полномочий главы составляет четыре года. Валентина Чебичик, Антон Водряков, Телеканал «Север». «Молодежь должна быть и будет услышана». В Наринмаре состоялась межрегиональная конференция «Молодежь и общество. Время перемен», посвященная развитию молодежного парламентаризма в России. Организатором мероприятия выступила Общественная молодежная палата при собрании депутатов Неницкого автономного округа. Участие в конференции приняли представители молодежных палат, депутаты, представители органов исполнительной власти, местного самоуправления и общественных объединений, а также преподаватели и студенты учебных заведений. Сегодня в Неницком автономном округе молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет составляют почти четверть всего населения. И окружные власти заинтересованы в том, чтобы они были максимально вовлечены в экономическую и политическую жизнь региона. Об этом в ходе конференции заявил спикер регионального парламента Анатолий Мяндин. «Молодежь задает тон по некоторым вопросам, по тем вопросам, которые волнуют сегодня наше молодое поколение. И мы всегда слышим их и прислушиваемся к ним. Были некоторые идеи и предложения, которые сегодня воплотились в законы или изменения в закон, и они приняты окружным собранием. Но, на мой взгляд, не совсем достаточно в плане законодательной инициативы идет от молодежи сегодня. Поэтому вот эта нынешняя конференция сегодня дает возможность уже на более высоком уровне обсуждать и принимать те решения, которые сегодня волнуют нашу молодежь». Роль своеобразного проводника молодежи в мир политики на протяжении 10 лет исполняет Общественная молодежная палата при собрании депутатов Ненецкого округа. Задача нового состава региональной молодежной палаты – сделать эту площадку еще более эффективной. «Не бояться отстаивать интересы молодежи, а главное – проявлять законодательную инициативу». «Молодежный парламент – это мост между органами законодательной власти и молодежью. Потому что как иначе управлять молодежной политикой, развивать ее, не зная нужды и интересов молодежи». «Востребованное образование, трудоустройство, жилье – вот основные вопросы, которые сегодня волнуют современную молодежь. По мнению депутата Государственной Думы Сергея Коткина, то законодательство, которое сегодня регулирует вопросы молодежной политики, серьезно устарело и требует срочной реформации». «Прежде всего, что я имею в виду, общаясь с молодежью окружной, с жителями округа, это, безусловно, нужен закон, нужна государственная молодежная политика. Это однозначно. Кроме того, нужно менять трудовое право. Сегодня молодежь, выходя с учебных заведений, с высшего и среднего звена, не может найти работу, не имея опыта. Значит, нужно искать механизмы трудоустройства молодежи, искать какие-то новые подходы и менять законодательство в этом плане. Кроме того, нужно менять жилищное право. Сегодня молодежь должна иметь возможность перебрести квартиры, жилье по той цене, которой они могут это сделать. Но сегодня, к сожалению, государство такую возможность молодежи не предоставило». В работе конференции участие принял и губернатор Неницкого округа Игорь Кошин. Глава региона рассказал активистам молодежного парламентского движения о социально-экономическом положении региона и о стратегических планах его развития. По выступлению главы региона были затронуты основные принципы работы органов власти в период падения цен на углеводороды. Игорь Кошин рассказал собравшимся об основных стратегических планах региональных властей. Они нацелены на повышение качества жизни граждан и раскрытие потенциала округа для всей страны. «Вам сегодня по 20-30 лет, и за вами будущее. Но строить будущее, понимая картину настоящего, я уверен, что вам будет гораздо проще. И, как сказал один из классиков, я оптимист, и не вижу особой пользы быть чем-то еще». Участники мероприятия обсудили актуальные для молодежи вопросы, в том числе о законодательной поддержке волонтерского движения, развитии молодежного предпринимательства и активизации работы с сельской молодежью. По итогам работы конференции принята итоговая резолюция, в которую вошли конкретные предложения по совершенствованию молодежной политики в регионе и предложения для молодежного парламента при Госдуме Российской Федерации. Резолюция будет размещена на официальном сайте окружного собрания депутатов. Ирина Цепетва, Антон Водряков, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Сборная Ненецкого округа и команда представителей нефтяных компаний, ведущих работу на территории региона, встретились на футбольном поле. Повод для встречи на футбольном поле особый. Товарищеский матч проводился в рамках празднования Дня образования Ненецкого округа и Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В начале игры мяч вела команда нефтяников, но сборная округа сумела его отвоевать. И на первой же минуте игрок под номером 83 Игорь Кошин забил в ворот соперника в первый гол. Первый тайм закончился со счетом 2-0 в пользу сборной команды Ненецкого округа. Нефтяники могли отыграться во втором тайме, но несмотря на все усилия игроков, в ворота соперников они не забили ни одного гола. Завершился товарищеский матч со счетом 5-0 в пользу окружной сборной. Также в этот день на стадионе состоялась торжественная церемония вручения знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Награды получили три студента социально-гуманитарного колледжа Ирина Бобрикова, Любовь Иванова и Светлана Калугина. По результатам первого полугодия они выполнили нормы на золотой знак отличия. Положено начало славной традиции Выпускники искательской школы сделали необычный подарок своей «Альма-Мадр». Российский союз товаропроизводителей поможет продвигать товары Неницкого округа на внешних рынках. Сегодня администрация региона утвердила проект соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с некоммерческой организацией. Соглашение устанавливает основы для создания кооперационных связей между предприятиями Неницкого округа и других субъектов России. Кроме того, принятие соглашения обеспечит условия экономического сотрудничества между предпринимателями и иностранными контрагентами. Данное соглашение позволит предприятиям товаропроизводителей Неницкого округа организовать получение знака качества, что повлечет за собой активное подвижение ее данной продукции на внешние рынки. Кроме того, Российский союз товаропроизводителей оказывает консультационную помощь при получении сертификатов иностранных государств для реализации продукции за пределами страны. В настоящее время союз объединяет более 100 общероссийских отраслевых и региональных союзов, ассоциаций акционерных обществ и других организаций производителей товаров и услуг. Необычный подарок школе-поселка Исказели преподнесли ее выпускники. Ранним утром выходного дня, вооружившись лопатами, одноклассники на этот раз встретились не за праздничным столом, а на пришкольном участке. Теперь он украшен яркими кустами рябины и сирени. За процессом озеленения наблюдала наша съемочная группа. Не-не-не, ты зря делаешь, это все вместе. Так вы одним их не сажаете? Оно, говорит, перегнивает, весной перегниет и наоборот как удобрение рост. Александр Семенов дает бывшим одноклассникам ценные советы, чтобы растения прижились как можно быстрее на новом месте. Как признается Александр, зеленая акция организовалась случайно. Его друг собирался привезти из Иктывкаров на Ринмар кусты рябины и сирени. Так появилась идея озеленить саженцами родную школу. В общем-то, идея-то проста. Мы все школы можем посмотреть, наши наринмарские. Прочти все школы лысовато выглядят на фоне наринмара. Если вот каждый выпускной класс, так как мы, возьмет и посадит хотя бы по одному дереву, наши дети будут на перемене выходить и задыхаться от кислорода. Чтобы нынешним ученикам дышалось лучше и легче, на помощь Александр позвал своих одноклассников. Школу они окончили ровно 25 лет назад. У каждого есть семьи и дети, многие из которых ходят в эту же школу. Несмотря на занятость, возможность снова увидеться, бывшие соседи по парте стараются не упускать. Редко собираемся, вот собрались, полезное дело сделали. А дружный класс у вас был? Да, вполне хороший дружный класс. В общем, был один из самых. Да, да, да. Как смеясь, говорят бывшие выпускники, им повезло не только с классом, но и учителями. К шестой школе они навсегда приросли корнями. Надеются, что и их зеленые подопечные поступят точно так же. Поэтому каждый сантиметр земли тщательно приминают, чтобы не образовалось воздушной подушки. И грунт не успел промерзнуть. Мы будем надеяться, ну, под руководством садим опытных инструкторов, так скажем. Они нам все объяснят. Я читал фотоотчеты, фотоотчеты и устные отчеты из Ямала. В принципе, у нас получается широта та же, климат у них тот же, леса тундра у них та же. У них прихватилось. Ну, есть небольшие тонкости в уходе. Ну, думаю, все справимся. В том числе и мы. Мы все здесь и школьники, и мы все здесь рядом находимся. За новыми подопечными, четырьмя кустами рябины и тремя сиреней, перевезенные из Сыктывкарского питомника, по словам директора школы, готовы ухаживать не только ученики, но и их преподаватели. Ведь это первенцы, посаженные руками бывших выпускников. Это первое предложение, которое поступило от наших выпускников. Даже очень положительно, потому что я считаю, что это должно быть традицией школы. Потому что в рамках озеленения школы, чтобы школа была красивая, и это действительно очень хорошая традиция. По словам руководителя школы, хорошая традиция, заложенная Александром и его одноклассниками, положит начало будущей аллеи выпускников. Сами первопроходцы уверены, в этой школе благополучно вырастут не только их дети, но и деревья. Ведь для этого здесь созданы все условия, а главное – благодатная почва. Десять военно-спортивных и военно-патриотических клубов Нинецкого округа соревновались между собой в силовых и интеллектуальных испытаниях. В этом году военно-спортивную игру «Салют» приурочили сразу к трем событиям – году экологии, дню округа и дню нефтяника. На каждом этапе будут штрафные баллы. Если вы даже пробежите всех быстрее, но у вас будет огромное количество штрафных баллов, вы не займете первое место. Перед стартом организаторы проводят инструктаж, объясняют капитанам команд особенности маршрута. На протяжении всей трассы, а это без малого 5 километров, участникам предстоит выполнить различные задания – на выносливость, сплоченность команды и эрудированность. Но интеллектуальные испытания впереди, до них еще надо добежать. На старт команды выходят друг за другом. На каждом пункте их встречают организаторы и фиксируют время. Пока одни еще только готовятся к старту, другие уже на полпути к следующему препятствию – так называемой мышеловке. После пробежки проползти по пластунски, по сырой земле – задача не из легких. Сложность испытания добавляют натянутые ленты. Одно касание – и команда получит штрафные 10 секунд. Как ощущения у вас от игры? Положительное. Просто тяжело. Тяжело встали? Тяжело встали. Ну давайте, удачи вам. Спасибо. Спасибо вам. Мышеловка пройдена. Впереди новые испытания. Стена высотой почти 2,5 метра. Судья Александр Потупин охотно соглашается показать нам, как нужно брать высоту. Главное здесь – динамика разгона. Впрочем, преодолеть барьер можно и другим способом. Подсадить. Поднять. Я подсадить, конечно, не буду, но команда должна сама догадаться. Обойти? Нет. А вот и участники. Уставшие, но не сломленные духом. Ребята помогают друг другу забраться на вершину стены. Сплоченность команды здесь играет немаловажную роль. Если хоть один игрок не преодолеет препятствия, этап будет считаться невыполненным. Те участники, которые показали сегодня не самые лучшие результаты физической подготовки, могли обойти своих соперников в интеллектуальном задании, ответив на вопросы, связанные с нефтегазовой отраслью. Традиционно у нас победители первое, второе, третье место. Но также будут участники награждены дипломами за участие. И у нас в этом году в честь Дня нефтяника нефтяники нам дают три приза. Это за общие соревнования. У нас будет также еще перетягивание канатов незачетно. То есть помимо марш-броска и интеллектуальный конкурс. Самой интеллектуальной командой стал клуб «Патриот». В перетягивании каната лучший результат показали студенты социально-гуманитарного колледжа в команде «Медведи Арктики». Они же заняли первое место в прохождении марш-броска. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.